Новая школа и не одна в День знаний Дагестан ставит рекорд по количеству сданных в эксплуатацию образовательных учреждений. Ипотечное рабство. Дагестан набрал миллиарды в кредит. Подробности в выпуске. Хочешь жениться? Умей и содержать. Что думают эксперты и рядовые дагестанцы о сумме вступительного взноса перед браком, выясняли наши корреспонденты. Сегодня День знаний особо волнительный и торжественный. Начался новый учебный год. В школах по всей республике с самого утра праздничная атмосфера, цветы, шары, улыбки и долгожданные встречи после летних каникул. Состоялись линейки, классные часы и уже ставшие традиционными занятия разговоры о важном. По всей республике за партой сели более 350 тысяч школьников. Из них 53 тысячи пошли в первый класс. Учиться они будут в 1400 учебных заведениях. Многие начинают этот учебный год в обновленных или совершенно новых школах. Их строят и ремонтируют в рамках различных государственных программ. По открытию новых образовательных учреждений в Дагестане поставлен исторический рекорд – 15 новых школ на 6,5 тысяч мест. Посетила первый звонок в одном из таких крупных объектов в районе ипподрома и моя коллега Камила Мехтиханова. 1 сентября для учеников новой школы проходит торжественно и волнительно. Всем уже не терпится сесть за парты. Ну, эта школа – моя мечта. Мне очень понравилась эта школа. Она очень красивая, с виду. Как тебе школа? Можно сказать? Все хорошо. Я посмотрела по картинке там. Нормально все. Большая? Нравится, да. Очень. Мы, когда узнали, что эта школа появилась, решили перевести детей, чтобы они поучились в новой школе, в красивой. Мы, честно говоря, учились в другой, но у нас там было три смены, и класс переполнен, и было 42 человека. Поэтому, как бы, ну, я рада, что сейчас будет не так. Радуются не только родители и школьники, но и учителя. Открытие этой школы было праздником и для них. Все они уже в ожидании своего долгожданного первого урока. Наконец-то мы дождались, что в нашем микрорайоне открылась такая красивая, просторная, замечательная школа. Вот. Вы видите, какой восторг на глазах у детей. Мы бесконечно рады. И постараемся, конечно, как педагоги оправдать то, что нам доверили вот такую школу. И мы выпустим прекрасных учащихся. Впечатление, конечно, хорошее. Наконец-то у нас, в нашем районе, открылась хорошая школа. Долго готовились первой? Да, мы очень старались. Надеюсь, наша подготовка, наша подготовка, надеюсь, она оправдается. Напомним, что учреждение оснащено по последнему слову техники. Два бассейна, огромное разнообразие спортивных площадок и актовый зал на 800 мест. В этой школе есть все. Даже начиная от плоти бассейна, территорию школы облагорожена закрытая школа. И современная школа для города – это очень прекрасно. И для наших детей что-то появляется новое, технологии. В каждом школе есть какие-то новые вещи, что в наше время не было. Надеюсь, что в этой школе нас не будет разочарования. Я думаю, что здесь специалисты хорошие, которые детей направят в нужное русло. Глава республики Сергей Меликов лично поздравил учащихся и всех присутствующих с началом учебного года. И отметил, что сегодня двойной праздник, ведь все они встречают первый учебный день в новой суперсовременной школе. Каждая новая школа для нас с вами – большая победа и огромный вклад в завтрашний день. Ведь сегодняшние дети – это будущие граждане нашей страны. Наша первостепенная задача – дать хорошее образование подрастающему поколению. Одновременно в Дагестане сегодня свои двери торжественно открывают 28 новых образовательных учреждений, в том числе 15 школ. Среди открытых в этом году новых школ – это одна из крупнейших. Она рассчитана на более 1200 ученических мест. Общая площадь образовательного учреждения – порядка 26 тысяч квадратных метров. Камила Мехтиханова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Дагестан отличился по количеству и новых детских садов. Так, в этом году в эксплуатацию введены 13 дошкольных образовательных учреждений. В их числе и детсад в селе Ирпили Буйнакского района. Событие для местных жителей долгожданное, поскольку им приходилось отдавать детей в ветхое здание 1975 года постройки. Мы очень рады. Рады дети, рады родители, рады сельчане. Для нас это действительно огромный праздник. Новый детский сад рассчитан на 120 мест. Укомплектован необходимым инвентарем и имеет просторные игровые зоны. Дагестанцы набрали ипотеки на 74 миллиарда рублей. Об этом сообщает Нацбанк Дагестана. Так, портфель ипотечных кредитов жителей республики увеличился почти на 36% с начала года. В сегменте потребительских долгов суммы выросли почти на 24,5%, до 71 миллиарда 400 миллионов рублей. По словам экспертов, вклад в повышение кредитования сыграли различные льготные госпрограммы. И к другим темам. Газета «Ас-Салам» запускает новый формат работы. Теперь это не только печатная версия, но и качественный видеоконтент. Издание предлагает на своей площадке обсуждение интересных и злободневных вопросов. Первой темой публичной дискуссии с участием экспертов, журналистов и богословов стал женский феминизм. В частности, значение махра в современном мире, проще говоря, вступительного взноса избранницы со стороны жениха для заключения брака. Когда муж берет в жены себе жену, он платит ей махр, это свадебный подарок. Это обязательно условие брака, без которого брак не заключается. И вот этот махр требует сама жена. Любой свадебный подарок, который жена попросит, и муж в итоге это принимает, он обязан ей выплатить. И это только ее имущество, это не совместно наше имущество. О том, что же об этом думают простые дагестанцы, наши журналисты решили выяснить на улицах Махачкалы. Полную версию соцопроса можно будет посмотреть на телеграм-канале Муфтията Республики. А сейчас предлагаем вашему вниманию небольшую вырезку. Сколько запросите махра у будущего супруга? Или уже запросили? Я не знаю, без понятия. А масло? Да-да-да, знаю. Ну, тысяча сто, наверное. Тысяча сто считается нормально? Да, нормально. Я думаю, что это какая-то традиция, наверное. И, может быть, друг перед другом как-то похвастаться чуть-чуть, что мне больше. Ну, наверное, это, может быть, была бы не сумма какая-то, а какие-то условия. Какая бы сумма у вас не была, это никак не гарант того, что вы будете счастливы в супружеской жизни. Поэтому, наверное, все-таки главное взаимоотношение между друг другом. Я вообще в этом вопросе некомпетентная. Не знаю, мне кажется, вообще эта сумма может быть совсем символическая. Согласна. Тысяч пятьсот. Тысяч пятьсот. Да. Нормально, да? Нет. Богословы из разных муниципалитетов Дагестана окончили курсы повышения квалификации, преподаватель Мактаба по науке Таджвид, проходивший в Ахвахском районе. Также обучавшиеся повысили свою квалификацию в области обучения намазу. Вручал выпускникам сертификаты заместитель муфтия республики Ахмад Магомедов. В торжественной обстановке в конференц-зале Муфтията республики он вместе с председателем Совета имамов Ахвахского района Мухаммедом Гамзатовым поблагодарил религиозных деятелей за успешно пройденный курс, а также призвал их применять полученные знания в дальнейшей практике. Повышение квалификации для преподавателей Мадресеи и Мактабов будет продолжаться во всех городах и районах республики. И в завершении о спорте. Тренировки с повышенной мотивацией. Борцы Дагестана готовятся к юниорскому первенству России. Турнир среди спортсменов не старше 23 лет состоится с 14 по 17 сентября в подмосковном Нарафаминске. О том, с каким настроением наша команда подходит с соревнованием, узнавал Курбан Рагимов. Дагестанские вольники вновь собрались на базе в Карамане. Подходит к концу первая неделя сборов нашей юниорской команды перед первенством России Ю-23. До старта соревнований в Нарафаминске остается 14 дней. По традиции дружина из Дагестана станет самой представительной на главных внутренних состязаниях. На ковры спорткомплекса Нара выйдет около 70 наших борцов. Состав сформирован по итогам прошлогоднего первенства России. Также в команду вошли медалисты взрослого чемпионата страны и первенства России среди молодежи. После почти двух лет простоя на международной арене, сейчас, говорят тренеры, у борцов повышенная мотивация. Ребята настроены, каждый знает, кто выиграет, поедет на мир. Поэтому ребята очень настроены, готовятся. Такого нет, чтобы кто-то бывает, чтобы поехал, поучаствовал и приехал. Каждый настроен на высший результат. Сейчас основная подготовка у нас на ковре, основной акцент идет на технический и побольше схваток, чтобы они были уже готовы. Подводим уже, чтобы в форме они были. Каждый тренировочный сбор – это отличная возможность повысить уровень мастерства и обменяться опытом со сверстниками. Вместе с нашей командой в кармане к первенству России готовятся борцы из Московской области, Якутска, Карачаева, Черкесии и Татарстана. Здесь же в помощь к молодым наставникам юниорской сборной Гасану Адулбасырову и Махмуду Магомедову подключились опытнейшие Иман Мурза Алиев, Анвар Магомед Гаджиев и Али Исхаков, воспитавшие целую плеяду чемпионов. Здесь столько тренеров собралось, что не только спортсмены получают большой опыт, но и мы сами получаем от них большой опыт. Мы им, можно сказать, спать не даем, советуемся. Ребята не упускают возможность. Мы им каждый раз напоминаем, что даже если здесь округа смотреть, больше половины ребят воспитали они. Это их воспитанники, олимпийские чемпионы, чемпионы мира. И для ребят это большая мотивация. Мы смотрим, нравится то, что ребята настроены, собраны. Самый титулованный участник этого сбора – хасавюртовец Зелимхан Абакаров. На базе в Карамане действующий чемпион мира проходит финальный этап подготовки к главным борцовским соревнованиям года в Белграде. В столице Сербии легионер сборной Албании намерен завоевать олимпийскую лицензию и повторить свой успех годичной давности. Я услышал, что будет у 23 на чемпионат России последний сбор. И вот сам решился, подумал, потому что здесь все молодые, очень хорошие ребята есть, которые недавно приехали к чемпионату мира. Поэтому решил, что здесь будет получше и дома, и таких спарнинг-партнеров много. Очень меня тепло встретили, и каждый подсказывает, показывает, что лучшие тренера Дагестана. На аналогичных состязаниях в прошлом году в Ханты-Мансийске борцы сборной Дагестана завоевали два золота. В весе до 92 килограммов лучшим был Асхаб Саадулаев. Для одного из лидеров команды предстоящий старт станет новой попыткой попасть на международную арену. Побеждая на первенствах России, борец из Хасавюрта по разным причинам пропускал мировые соревнования. С таким же настроем, как в прошлом году, однозначно за победой едем. У меня как-то не получается никак. Я по молодежке еще выигрывал, карантин был, и так несколько раз по каким-то причинам, от меня не зависящих, причинам не получилось у меня никак. Но сейчас, я надеюсь, что так же готовлюсь. Никак ничего от этого не влияет. Работа идет, тренера мотивирует. Первенство России в Нарафа-Минске стартует 14 сентября и продлится три дня. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. На этом у меня все. В студии работала Лориана Шемхалаева. Смотрите наши новости также в социальных сетях. Всего вам доброго, хороших выходных и до скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин